Всем привет! С вами ведущий Валерий Каченко и это Новости ФМ. Алло, Илья? Привет! Слушай, у меня проблемы с сессией. У тебя нет никаких лайфхаков для учебы? Если вы хотите беспаленно сидеть в телефоне на уроке или паре, вам понадобится записная книжка или толстая тетрадка. Сделайте в ней разметку и потом любым удобным или неудобным способом вырежьте бумагу в центре. Когда все сделаете, у вас получится с виду обычная записная книжка, внутрь которой вы можете положить свой телефон и спокойно сидеть в нем на паре. Блокнот вы можете держать в руке вертикально, тогда вообще не будет ничего заметно. Если рядом с вами окажется учитель, то просто переверните предыдущий лист и как ни в чем не бывало, пишите на нем. А вообще на уроках надо учиться, а не сидеть в телефоне. Так что это плохой лайфхак. Если у вас есть много листов с отверстиями и их не хочется выбрасывать, то вы можете сделать из них блокнот или тетрадь с помощью резинки и скрепки. Сначала проденьте резинку в скрепку, а потом проденьте резинку в одно из отверстий. Вытащите резинку из другого отверстия и соедините со скрепкой. Теперь листы никуда не разлетятся. Такую удобную тетрадку можно использовать как черновик. А следующий лайфхак для тех, кто делает домашнее задание. Чтобы запомнить, что вы выполнили, а что еще нет, выпишите на листок, что вам нужно сделать и по какому предмету. И прикрепите этот листок на видное место, например на монитор. По ходу выполнения задания вычеркиваете то, что сделали. В течение дня вы будете отвлекаться от выполнения домашнего задания и забывать про него. Но этот листочек будет постоянно напоминать вам о нем. И последний на сегодня лайфхак. Все забывают о расписании своих занятий и постоянно спрашивают их у своих одногруппников. Сфотайте свое расписание и поставьте его на обои в своем телефоне. Теперь вам нужно всего лишь нажать на кнопку блокировки и расписание появится. Этот лайфхак поможет вам, когда вы очень спешите на пару и у вас нет времени идти до расписания. А на этом у нас все. Живите с лайфхаками проще и интереснее. Илья Марков, Татьяна Сластихина, новости FM. У студентов время бежит незаметно. Чуть-чуть зазеваешься и на тебе вот она сессия. А кто у нас лучший друг сессии? Конечно же стресс. Как с ним бороться? Расскажет Изабель Нежельская. Не можете сосредоточиться на поставленных задачах, снять нервное напряжение или просто расслабиться? Щелканье ручкой и постукивание пальцем по столу уже не спасают? Тогда к вам придут на помощь игрушки антистресс. Первые подобные изделия появились в Японии, а после бизнесмены всего мира с готовностью подхватили эту идею. На сегодняшний день существует огромное количество игрушек антистресс. Но для того, чтобы убедиться в этом, мы решили спросить у студентов нашего института, знают ли они о таких игрушках и используют ли их в повседневной жизни. Такие плюшевые игрушки, в которых наполнение такие как бы шарички, и которые, ну там можно помять где-то, пощупать, что-то с ними поделать. И это успокаивает. Ну да, это та, которая нервы успокаивает. А вы ее используете в своей жизни? У меня даже есть такая, да. Эти игрушки поднимают настроение, расслабляют и переносят концентрацию внимания на предмет. Так, например, в подушке Мнушка содержится огромное количество мелких шариков, призванных массировать нервные окончания на ладошках и способствует развитию мелкомоторики. Но для того, чтобы узнать, каким образом это работает, мы обратимся к преподавателю кафедры психологии развития личности. В чем польза игрушек антистресс? Их польза заключается в том, что если мы испытываем стрессовое состояние, если мы их возьмем в руки, если мы их начнем мять и перебираем тот материал, который находится внутри, то мы можем отвлечься от тех мыслей, которые нас беспокоят, тревожных, от тех проблем, которые нас волнуют. Кроме того, игрушки антистресс, они, как правило, выполнены из очень приятных на ощупь материалов и эти материалы, как правило, очень яркие. И вот этот фактор, он тоже оказывает положительное влияние на человека, который находится в состоянии напряжения, в стрессовом состоянии, потому что яркие цвета, они отвлекают, они успокаивают. Во многих магазинах вы можете найти такие игрушки, а если у вас дома есть мука, шарик и нитки, то вы с легкостью можете сделать эту игрушку сами. И сейчас мы вам это покажем. Вот такая замечательная игрушка у нас получилась. Пользуйтесь, играйте, делайте сами или со своими детьми. Ну а самое главное, живите без стресса. Изабель Нежельская, Татьяна Сластихина, Илья Марков, Новости ФМ. Топ, топ, топает студент. А как правильно топать, знает Яна Романкина. Знаете ли вы, что обычный чайный пакетик – это не просто вкусный ароматный чай, но еще и абсорбент. Если после урока физкультуры вы чувствуете, что ботинки вашего соседа не очень пахнут, угостите его чайком. Знаете ли вы, что обычный клей ПВА можно использовать в качестве полиуретана? Да все просто. Это материал, который позволяет вашим ботинкам не скользить. Берем ботинок, мажем клеем. И больше не боимся гололедок. Знаете ли вы, что в дождливую погоду ваши ботинки могут спасти обычные бахилы? Да, смотрятся странно, но именно они сохранят ваши ноги сухими. К сессии мы подготовиться сможем, бороться со стрессом мы умеем, на пары мы дойдем вовремя. Пойдемте гулять! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Точно! Я же забыл попрощаться. С вами были Новости ФМ. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем удачи! Теперь точно пойду гулять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok